И этот навес местные жители уже давно окрестили козырьком смерти. Каждый раз, заходя за покупками в магазин, люди рискуют жизнью. Козырек может обрушиться в любой момент. Особенно сейчас, когда на крыше сугробы снега металлический навес скрипит и гнется. Опоры не выдерживают веса наледи. Ну да, конечно, страшно опыты. А куда деваться? Я здесь недалеко живу. Здесь снег когда пошел, и вот началось с этого. Ну и тем более там не счищают. Страшно? Просто страшно, конечно. Ну мы думаем, что руководство все-таки что-то предпринято. Руководству тем временем предпринимать меры не торопится. Администратор магазина рассказывает. И сама уже два года ходит на работу, как в последний раз. И собственник об этом знает. Знает, что все, когда идет до лавины, что крыша скоро ровнет. Все знают. А уже второй год я пишу. Эти опасения преувеличены, утверждает внезапно появившийся мужчина. Он представляется завхозом и доверенным лицом собственника. Отвечать на вопросы отказывается. Исследование для того, чтобы... Вот поэтому определили, что крыша в данный момент не обвалится. Потому что вот сейчас мы проводим очистку крыши. И после этого будем ее укреплять. Как укреплять? И демонтировать? Ее не надо демонтировать. А если ее демонтировать, то вот тот язык, который висит, он может просто-напросто убить людей. А для того, чтобы... А наверху не чистится? Вот верхняя часть крыши не чистится. На ненадежную конструкцию обратили внимание специалисты Общероссийского народного фронта. По словам эксперта, просто почистить снег – не выход. Навес нужно демонтировать и строить такой, чтобы мог выдержать любой снегопад. Профлист, он уже сломанный. Уже несколько лет. То есть его должны не установить. Фермы прогнулись. И даже вот этот металл уже нельзя использовать. Сейчас нужно вещи блокировать, закрывать доступ сюда. То есть усиливать. Потому что авария должна уже быть в любой момент. Уже должна даже сейчас быть при нас. И очень не хотелось бы этого. Случаи для города не уникальные, говорят в ОНФ. Такие невнушающие доверия конструкции есть во всех районах Самары. Судьбу этого козырька будут решать надзорные органы. Куда планируют обратиться жители. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.